всем привет еще раз посмотрим, ну уже записывается уже третий раз записываю это видео мы говорим уже на 9 минут а оказывается в холостую ну это тоже полезно, приятно поговорить с умным человеком по крайней мере я понял, уже понимаю, представляю о чем это видео будет на самом деле записано тема объемная попытаюсь разобраться с некоторыми вопросами такими более даже философскими, какими-то психологическими, психическими, душевными на примере вопроса о восстановлении и ремонте флейт сегодня хочу показать новую флейту которая ко мне приехала не буду говорить имен, кто там мастер и так далее ну то есть в флейте есть вопросы, скажем так ну и эти вопросы я наверное сейчас как бы первоочередно попробую раскрыть вопросы а потом проснусь именно психических таких тем, которые меня, скажем так, вот живут во мне а вот флейта была заявлена как 2 и 1 соответственно, то есть какая-то нота нота си я от нее хотелось услышать но оказалось, что она строит в ноту до по всем закрытым отверстиям то есть вот здесь нота до вот в отношении баланса между октавами здесь довольно-таки довольно-таки сносно хотя по внутреннему каналу видно, что особого внимания этому не уделялось то есть вот с нотой до, да, здесь была вот какая-то расточка вот в этой секции, да и пока что не совсем понятно, может быть лучше было бы этого не делать ну посмотрим у этой флейты на данный момент нет обработки внутреннего канала возможно тут было масло когда-то нет вставки тоже вот это все я хотел бы сделать вот этот вот как бы подставку под подбородок хотелось бы сделать более удобную потому что такой резкий угол для моих подбородков лично не очень удобен буду делать точную отстройку по балансу то есть на данный момент я успел немного подтянуть по балансу две верхние ноты первой октавы вот здесь вот немного пошпаклевал здесь как бы есть такая ямка особая в этой вот секции вот ну вообще остальные какие-то вопросы к флейте находятся именно в самом строе то есть есть такие основные два грубых момента я сейчас сыграю звукоряд и попытаюсь обратить внимание на это вот эта штука высит если смотреть по тюниру там сотых двадцать-тридцать вот так вот то есть уже как бы не очень прикольно с этим попытаться там сыграть с другими музыкальными инструментами уже это будет сразу сразу будет слышно и вот эта нота тоже высит катастрофически но эту ноту можно еще слышать вот таким образом ее сравнить с рода и ка рука просто то есть то есть а 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 по балансу эти две ноты уже больки-меньки а по строю будет переделываться возможно какие-то отверстия буду переносить то есть это все вопрос который решается комплексно а не бывает такого что нужно перестроить какие-то там отдельные ноты даже когда нужно перестроить отдельные ноты особенность если это касается верхних нот да то вероятнее всего весь остальной строй по флейте поплывет в какую-то непредсказуемую сторону и возможно расстроится баланс поэтому вопрос решается комплексная иногда меняется как бы немного меняется нулевое положение то есть что считать за то и отправную точку нуля вот ну и собственно хотелось бы на вот этом фоне на фоне флейт вопрос о флейтах и перенастройки вот этом перепрограммирование копаний в чужом коде скажем так хотелось бы коснуться такой вот философской теме как восприятие желаемого за действительное это довольно часто таки происходит я с этим встречаюсь уже второй раз во флейтах именно да а просто в людях да как я сплошь рядом почему то почему то так делается почему то я и сам так делал на фоне флейт это выглядит как вот настраиваешь флейту да и где то какие то места в настройке есть подсознательное желание чего то где то подкрутить то есть чтобы там стрелочка верно показала на самом деле это все проверяется как только флейта попадает в другие руки да вот эти бока сразу видны моментально а потом еще придумываются красивые истории о том что это дзенский инструмент и вообще все зависит от игрока и вообще так надо а вокруг этого всего дзенского момента то есть под дзенским моментом слепое пятно по поводу того что в психике мастера слепое пятно о том что на самом деле не очень ну не очень то есть можно лучше как бы вот эти все свои бока в плане качество изготовления пытаются возвести в какой то какой то ранг тоже ну на мой взгляд ничего крутого в этом нет то есть в том смысле что можно делать хорошо делать хорошо можно но это какие то уже либо лень либо недостаток любопытства разобраться в себе и высветлить эти сначала психические моменты а потом уже и критерий качества возрастет когда факт есть факт и и короче говоря это какая то смелость и силы признаться себе вообще как есть на самом деле это не просто вот в общем вот такое вот видео обо всем разном а флейту буду делать и ждите новое видео с результатом а пока что всем пока и до новых встреч увидимся